ребята здравствуйте сегодня готовим классную насадку для ловли так называемой бели то есть карася леща карпа конечно же плотвы густеры уклейки в общем мирной рыбы в любое время года как теплая так и по холодной воде данная насадка вас выручит если классические опарыш мотыль червь не работают что зачастую происходит наше время так что берите рецепт на вооружение есть не просит лишним не будет большим плюсом данной насадки является то что она может быть использована не только для ловли на поплавочку где-то рядом с берегом либо с лодки но и для дальних забросов фидера донки резинки в общем любых снастей ингредиенты очень доступны а время затраченное приготовление будет минимальным так что готовим быстро четко и понятно поехали первый ингредиент основа нашей насадки куриное яйцо сырое белок отлично связывает все ингредиенты а желток привлекает рыбу своими питательными веществами особенно актуально это в холодное время года когда рыба нагуливает жир она чувствует это все питательные вещества и интересуется насадкой яйцо нам понадобится целиком вбиваем его в какую-то ложку контейнер миску в общем глубокую емкость и с помощью вилки либо венчика либо каких-то других инструментов взбиваем в пену чтобы желток белком отлично соединились в общем такая жидкая пенистая субстанция должна получиться уделите этому время так насадка будет лучше работать и держаться на крючке яйцо взбили вот в такую вот субстанцию именно такую пенистую жидкую белок желтком соединились отлично добавляем на этом же этапе ароматизатор в качестве ароматизатора у нас выступает чеснок я предпочитаю добавлять сырой но если уже очень жарко добавляйте лучше сухой так как чеснок 1 окисляется может испортить всю насадку по холодной воде сырой отлично работает добавляю его с помощью чеснокодавки но можно его раздавить и меленько нарезать если это в полевых условиях выдавливаем яйцо чеснок привлекает отлично если вы уже прощупали какой-то водоемчик и знаете там предпочтение рыбы по ароматике добавляйте там свою ароматику но именно в этой насадке чеснок просто незаменим немножко перемешиваем и сюда же я добавляю чуть-чуть красителя на своем водоеме я прощупал уже как говорится предпочтение рыбы и сработала насадка синего цвета вот такая она недорогая порошковая буквально вообще копейки стоит добавляем чуть-чуть и опять же все хорошенько перемешиваем чесноком куриным яйцом вы можете добавлять любой цвет конечно красный классно всегда работает оранжевый больше теплое время года но это же сугубо предпочтение рыбы на отдельно взятом водоеме так что экспериментируйте мы добавляем синий так все хорошенько перемешали добавляем еще один важный ингредиент еще один важный но в то же время очень доступный ингредиент это картофель картофель отварной вот такой вот половины хватит то есть я даю базовый рецепт исходя из которого уже рассчитываете нужное количество насадки насколько человек какая по продолжительности рыбалка сколько удилищ думаю здесь все понятно я даю конструкцию если что-то непонятно пишите комментарии всегда отвечаю картофель я варю в мунтирах целиком так он больше сохраняет ароматику это тоже на предпочтение добавляем картофель картофель надо отварить полностью чтобы развалился был как можно мягче аромат конечно сногсшибательный картошка чеснок рыба обожаю и так когда перед перебили картофель вот такой вот пюре данном случае синие повторюсь у вас может быть это любой цвет либо вообще без каких-либо оттенков добавляем следующий интересный и важный ингредиент следующий интересный как я говорил и важный ингредиент это плавленый сыр вот такой вот сливочный добавляем его одну чайную ложку вот он такой получается тягучий как сгущенка с чесноком сливочный чесночный с картофелем насадка просто отличная добавляем все счищаем с ложки чтобы все в дело пошло и перемешиваем с картофелем перемешать нужно тщательнее без каких-либо комочков чтобы все было вот такой однородной массой добавляем еще сухие ингредиенты первый сухой ингредиент это классическая крупа для рыбалки которая почти присутствует во всех насадках манная добавляем смело 2 столовых ложки вторым сухим ингредиентом у нас идет мука мука пшеничная высшего сорта добавляем 3 столовых ложки но точную пропорцию сухих ингредиентов я вам не скажу это зависит от объема куриного яйца сколько оно до жидкости и начинаем замешивать тесто такое которое уже не будет липнуть к рукам по ходу добавляем муку так как манка может забить насадку она будет со временем быстро сохнуть такой хрупкой и ломкой станет а мука все-таки дает ей больше пластичность замешиваем сначала все вилкой потом не боимся замарать руки тесто повторюсь должно получиться не прилипающие к рукам замесили тесто вот такой вот очень ароматное но не с резкими запахами то что нужно цвет повторюсь можете менять она полностью готова для ловли на поплавочку катается отлично такое пластичное но на крючке будет держаться долго но я собираюсь рубачить не только на поплавочку но и на доночку одну поэтому немножко тесто возьмем один кусок мы отложим для поплавочных снастей а один мы сделаем для дальнего заброса немножко его усовершенствуем для этого нам понадобится обрезанный шприц вы подбирайте диаметр крупнее больше какая насадка какая рыба здесь тоже нужен эксперимент и делаем вот такие вот гранулки не получаются плотные дальше мы снимем немножко поработаем получим отличнейшую насадку до дальнего заброса в общем делаем гранулы а когда мы сдали вот такие вот плотники гранулки отправляемся газовой плите немножко с ними поработаем не переключать на газовой плите у меня осталась кастрюлька в которой я варил картофель она уже имеет немножко его аромат доводим это вот вы кипение и отправляем туда наши гранулы после полного закипания варим 3-5 минут смотря какие они по размеру какой диаметр шприца у вас такая насадка в общем 35 минут после чего проводим с ними следующие манипуляции в это время мы смотрим чтобы они не пригорели не слиплись немножко помешиваем думаю здесь понятно так насадка варилась у нас пять минут получились вот такие плотненькие бочонки немножко увеличились они в размере но потом они чуть-чуть сохнутся в общем размер получится такой как вы делали в начале для того чтобы насадка лучше работала в воде берем какую-то емкость банку кутужой жестче емкость в общем и отправляем туда наши почем очень ароматные сливочно-чесночный аромат и немножко картофеля если попробуете на вкус они будут вкусные выкладываем их в глубокую емкость присыпаем немножко манной крупой совсем чуть-чуть там на кончике ложки и сюда же добавляем чуть-чуть подсолнечного масла не сильно ароматного чтобы оно не перебило аромат картофеля сырка и чеснока все это хорошенько перемешиваем насадка готова мы получаем насадку в виде теста которая отлично катается в шарике будет хорошо держаться на крючке и вот такие вот гранулы плотненькие хорошо держатся на крючке никуда не денутся что хотите с ними делайте то есть заброс выдерживают можно их пробивать насквозь оставлять жало можно прятать здесь истина посередине то есть нужно смотреть как рыба реагирует на открытый крючок либо лучше берет закрытый сейчас покажу как насадка ведет себя в воде не переключая насадка в воде как видите она издает облачка мути это работает манка которую мы присыпали если много мелочи конечно не присыпается лучше мелочь она привлечет но в холодной воде зачастую мелочи такой нету поэтому я присыпаю особенно на донку насадка получается очень ароматной выдерживает нагрузки при забросе не слетает не отлетает долго держится на крючке не размокает если захотите дома проведите эксперимент положите и она будет 20 минут свободно держаться то же время она мягкая не деревянная так что ребята если видео было вам полезно было интересно поставьте лайк пишите комментарии всегда общаюсь с людьми сам что-то новое черпают вас спасибо за ваши рецепты которые вы пишете подпишитесь обязательно на канал так как я снимаю не только рецепты рыболовных насадок но и видео с рыбалок где их тестируем ловим всем спасибо за внимание ребята ловите с удовольствием но не забывайте о сохранности природы всего нужно в меру до свидания